А Смольненский районный суд сегодня огласил приговор оперативнику угрозыска 76-го отдела полиции. Олега Полторацкого обвиняли в халатности и в превышении должностных полномочий, но достаточных доказательств тому не нашлось. Суд оперативника оправдал. По версии следствия, в апреле 2020 года Полторацкий передал травматический пистолет его владельцу, Зауру Каримову, передал под расписку. Суд установил, что оперативник к этому вообще не причастен. Также Полторацкого обвиняли в ненадлежащей проверке заявлений граждан. Они жаловались на рекрутинговую кампанию на Невском 137, где обещали выгодное трудоустройство. Именно там, в июне 2020 года, через два месяца после возврата ему пистолета, охранник Заур Каримов выстрелил в студента Владислава Голикова. Вот так он показывал следователям, как убивал юношу. Это было отсюда, была сумка через плечо, вот так. Соответственно, здесь просто вот так вот, что вы пистолете. Отличник Петербургского университета пришел в офис на Невске требовать вернуть деньги за санитарную книжку, обещанную вакансию. Но деньги мошенники взяли с трудоустройством Владиславу, как и десяткам других пострадавших, не помогли. И Владислав Голиков после ранения умер в больнице. Суд приговорил Заура Каримова к 11 годам строгого режима. Пятеро его подельников отправились на общий режим. Сроки от 4 до 5 лет. Пистолет, из которого стрелял Заур Каримов, был официально зарегистрирован. Полторацкий вину не признал. Суд оправдал Полторацкого по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с непричастностью к совершению преступления, а по статье 293 в связи с отсутствием состава. За Полторацким признано право на реабилитацию.